это просто какая-то невероятная обалденная рыбалка просто огненный перекат который кишит разной рыбой и жерехом и главлем вот эта рыбалка вот эта мечта спиннингиста по ловле хищной белой рыбы на крае держится на самом на самом краешке есть нифига себе нападение конь какой взял но она клюет либо прям на заброс вот вот так вот вот так она клюет на каждом забросе три заброса три рыбы всем привет я снова на рыбалке сегодня приехал один прошла ровно неделя как с сыном мы тут были и у нас также на улице все больше 30 на солнце очень лютая жара сейчас кое-как спрятался в теньке ну и конечно в такую жару ни о какой ловле щуки речь быть не может и сейчас буду ловить свою любимую рыбу на перекатах в теньке белого хищника последний раз когда были тут сыном клевали неплохие головлики надеюсь сегодня повторю этот результат закреплю его и улучшу все думаю получится сейчас пока собирал лодку накачивал запарился ужасно уже искупался но у меня уже все на воде все снасти собраны так что поедем сейчас поплывем до переката я и там уже включимся ни хвоста ни шеи вперед вот моя лодочка стоит уже ждет меня вода прибавилась буквально недели три назад мы тут с отцом ловили сама а теперь тут уже кругом вода но я говорю все все мои снасти уже в лодке так что прыгаем в нее и в путь пока буду плыть до переката такие более интересные места я думаю нужно прокидать вдруг повезет поймать зубастик а есть кто-то попался голавлик да неужели на маласика тихо ну вот первая поимка все мы приплыли в самую первую точку сейчас хочу пока попробовать вот этим спиннингом от компании сев серии версус с тестом 728 в росте 229 страдик 3000 плетня 10 на нем стоит струна и вот такой маласик вообще этот спиннинг для джига для твичинга но сейчас пока плыл поймал на него одного голавлика хочу на этом вот перекате первым попробовать раза четыре буквальным кину нет тогда буду брать комплект для белого хищника просто сейчас ради интереса хочу попробовать кинуть несколько раз потому что товарищ говорит он неплохо ловит на маласика сейчас вдруг нам тоже повезет вода за неделю стала кристально прозрачная когда мы с сыном тут были конечно она намного грязнее было мой второй комплект комплект для белых хищника прошлый раз просто великолепно себя тут показал спиннинг от компании норстрим серия адепт 2 он тестом 312 в росте он 213 такой вот изящный спиннинг катушка моя да и вокал где 2 с половиной с шнур 06 по японии купил себе струну такой вот 15 сантиметров тоненькую 02 и вот такой вот и вот такой вот веблерок сейчас буду на него пытать кого-нибудь да поймаем там я знаю куда я закинул палки но посмотрим прокидал маласиком ни одной поклёвки не было посмотрим что нам воблер принесет есть красноперку поймал ленте какое видел издалека как она шла вот этот вот рыбина гляньте какая на все три крючка сейчас покажу красноперка сегодня брать не хотел просто посмотреть какая она огромная вот этот вот рыбка видел в очках как она прошла специально перед носом я остановил воблер и она его схватила это красноперка переросток какой-то но главе пока не видно удар сразу нападение 2 мелкие что какие-то балуются как он поймал и сразу в корягу да нет мелкий какой угол лавлик озорует на третьем ударе да совсем совсем маленький еле зацепился не но это совсем не размер поменял я воблер на такой серебита свет крэнк в бензине и сразу наладился клев один за одним но пока что не то что нам нужно будем ждать свою рыбу где-то она тут плавает поменял сейчас немножко точку заброса передо мной я вижу лежат три очень большие коряги если тут что-то попадется не знаю как от вынимать тут просто она заведет потом это рыба еще есть а вот этот достойный соперник я вижу огромный какой-то головы что не пойму что-то он либо промахнулся пошел по течению жерех что жерех на да это жерех 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 жерешок небольшой такой с килограммная на засолку самое то но какой-то он вяленький весной был мне дал жару конечно стоит по течению пока не могу справиться с ним жерех жерех по течению шел прямом на края держится на самом на самом краешке пойдет у меня друзья просили засушить рыбки не как сильная струя подо мной не как он есть 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 прям горе хочу жерешка поймать вот такое ну он побольше килограмм как-то промазал за лобку дает он схватил самый на засолку за нос вот он схватил сверху он ударил и промахнулся держался прям еле-еле он видел там кто-то гонял спереди а тут вот какой красавец тел он с небольшим он какой-то весь побитый есть такой не до конь но почти полтора килограмма в нем неплохо жерешок ну вот спиннинг снова не подвел вытащил говорю тут три бревна вот прям рядом одно там 2 и там еще одно 3 все проскочило ну и конечно цирбитские воблера всегда нравится мне как работает жаль конечно сейчас на них не очень гуманная цена но работает всегда стабильно что бэби крэнки что-то цвет крэнк всегда хорошо работает в пеньках стоял хочу немножко поджиговать что-то голавль уже с полчаса молчит одна какая-то мелочевка ловится вернее поклёвывает даже не ловится поклёвывает надеюсь окунь отзовется в прошлый раз неплохо в этом месте клевал окунь попробую еще поймать тут кого-нибудь я не думаю что он тут один был два я думаю тут должна быть стайка хорошая семья есть блин такой удар был и сразу в пенек может выйдет что-то сошло что-то промахнулась на 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 мину не получилось доловить попробую доловить этого окуня огромного наполариса он прожимается легче я думаю должны на меня сейчас поймать есть на первой проводке поларис говорю всегда ловит потом полосадик гляньте какой грамм такой 250 300 но поларис говорю поларис всегда вручает в трудную минуту такой классный вот такая вот прибанка поларис 4 дюйма от компании сев в такой вот клево расцветки такое оранжевый какой-то пузико и темная спинка на данном помню нас по судаку просто убивал его работал просто отлично и сейчас же на первой проводке на него взял окунь еще один из разряда недоголовликов мелкий мелкий рыб я конечно рад любым поклевка и жереху очень рад но хотелось бы еще что-нибудь достойное поймать какого-нибудь соперника вот он жерех я увидел одно саму подкинул еще один доплыл до переката главного всего меня катал вот он пацаки да этот немножко поменьше около килограмм наверное но честно взял в рот за верхнюю губу первый раз промахнулся но потом догнал все таки вот такой красавец но я видел тут еще были поэтому шуметь сильно не буду пока здесь подшумел посмотрите какой здесь обалденный перекат все шумит гремит здесь рыба просто полно и снова выручил этот малыш цирюбита цвете бензин косит он просто жереха попробуем еще поймать сильно нашумел увидел еще были тут с ним экземпляры но те были крупнее намного взял какой-то поменьше поменьше масла напомню а спустя а запомню вы спустя то есть описание полный есть кому-то поймал Еще что ли один жерех? Кто-то на выходе схватил. Нет, полосатый окунь. Неплохой такой. На воблер. Толстяк. На джиг не хотел. Попался на воблер. Да ты вообще красавец. Тихо, 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 тихо. Тихо. Есть. Еще один жерех. Видел, плеснулся под тем берегом. Но у меня что-то все запуталось. Сейчас он идет по течению. По течению. Дальше он будет делать, я так думаю, со мной все что захочет. А нет, голавль. Крупный хороший голавль. Жена как раз просила запечь. Понравился он, больно ей. Опять меня будут ругать, что я набрал тут рыбы. Такое килограммное полтора. Я, если честно, думал, жерех еле-еле держался. Да, неплохой такой. Самец. Самец. Это просто какая-то невероятная обалденная рыбалка. Просто огненный перекат, который кишит разной рыбой и жерехом, и головлем. Тут скопилась вся рыба. Вот еще одна. Блин, следующий заброс. Еще один кто-то попался. Нам рыба уже больше не нужна. Теперь будем всех отпускать. Еще один голавлик. Такой тоже неплохой. Прям на следующем же забросе взял. Тоже самец. Давайте его отпустим. Вот так клев начался на вечерней заре. Я уже было хотел уезжать. Какой-то поднялся ветер. Обещает дождь. О, еще один. Что-то они там скопились. Эти голавли в одном месте причем. Что-то им там нравится. О! Нифига себе! Нападение! Конь какой взял. Жерех, что ли? Прям нападение в струе. Не будем. Ах ты! Какую-то там ветку нашел. Эх, влази. Воблер жалко. Тебя не жалко. Где он там? Это голавль! И это просто огромнейшая рыба. Ай-яй-яй, там тоже пенек. Надо его доставать. А то он меня может оставить без воблера. И это такой же. Гляньте, держится еле-еле. Блин, этот еще тяжелее. Тихо-чуть. 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 Прям красота. Зацепился прям. Еле-еле. Я думаю, давайте здесь его быстро. Чтобы не гадать, сколько он весит. И отпустим. На еду я взял уже сегодня. Что нам, складировать их что ли? Килограмм. Эта зверюга весит килограмм. Давайте ее отпустим. Пусть плывет отсюда. Ааа. Ты что? Сейчас мы ее оживили. Ага. Она самая оживит, кого хочешь. Я не знаю, что тут происходит. Почему? В одном месте, именно вот там вот спереди от переката. Ну, в начале переката можно сказать так. Скопилась эта вся бель. Но она клюет. Либо прям на заброс. Вот. Вот так вот. Вот так она клюет. На каждом забросе. Три заброса, три рыбы. Да. Эх. Бешеная голавль. Полази. Сошел галавль. Сошел. завел и сошел вот какой бешеный скопился рыба сейчас покажу где она состоит возьму камеру другую и покажу вам потому что я думаю может быть вам не видно вот вот там вот коряжка лежит и вон там дерево нависает вот под этой корягой скопилась вся рыба я стою вот тут вот и кидаю получается туда он под корягу и она как по течению потом идет и подо мной где-то коряг большая лежит и вот они куда-то туда прячется боюсь воблер они мне откусят вот эта рыбалка вот эта мечта спиннингиста по ловле хищной белой рыбы обычно ну поймаешь там ну я не знаю один тону максимум два намких трофея таких около килограмма но тут просто какая-то раздача как из пулемета то жерех то головой хоть и вечереет нужно уезжать а я все еще никак не могу остановиться есть кто-то догнал головляк один не туда куда это завел да опять что такой же опять какой там как от стада стоит одинаковых взял гляньте какой он хороший сейчас я знаю как ты можешь вткнуть в палец поэтому да так крепкая пасть тоже самец крепко очень пасть сразу и не вынешь но жерех больше не выходит это пугливая такая рыба одного поймал и все хотя видел с ним еще там были шереха есть еще один такой же хороший гляньте они когда по течении идут непонятный там все одинаковые стоят там все одинаковые стоят огромные как-то неудачно он попался так чтобы не травмировать да тоже самец там почему-то скопились все самцы может быть там самка икру бьет и вот они там скопились не знаю почему но все одинакового размера они не понимают поэтому не боятся обычно такого крупного когда ловишь одного там до двух я никогда таких крупного даже с одного места не ловил они сразу разбегаются в разные стороны а тут не стоят клюют хотелось у джигом покидать половить окушков но не могу остановиться честно так увлекательно что нужно иметь силу воли чтобы сняться с якоря и уехать с такого эльдорадо есть я прям на глазах была поклевка от жереха да нет головы сначала перья не увидел но этот какой-то самый маленький на языке стаи последний который остался но схватил жадно этот самый шустрый маленький времени остается все меньше темнеет мне еще плыть нужно до машины я думаю все клев закончен спасибо на этом это это будет подарок еще раз хочу показать чем я ловлю это спиннинг от нож стрим адепт 2 с тестом 312 и он длиной 213 такой хлыстик удерживает такую крупную сильную рыбу которая живет вот не таком течение просто никаких и шансов не дает я без ума у меня просто нет слов я без ума это то что мне нужно было коротенькие такой хлестки держит рыбу на течение он великолепен на этих мест он идеально вот она стала время прощаться где-то до заката солнца еще минут сорок но мне еще плыть собираться еще раз хочу показать что сегодня удалось поймать сейчас посмотрите сейчас мы все тут соберем вот вот это вот рыбалка сегодня конечно получилось просто великолепно и все потребности сегодня удовлетворил себе жереха жене головля коту окуней все будут довольны рады я просто несказанно счастлив сейчас у меня завал с делами и в на рыбалке я бываю крайне редко но стараюсь раз в неделю где-то выбираться и такие вот рыбалки обычно не приносит никогда результата потому что от количества выездов и зависит результат а тут раз в неделю и как то так получается что всегда попадаешь на клев то ли место правильное то ли просто какой-то я не знаю арбатское везение но сегодня рыбалка было просто великолепно я сам честно ни разу не ловил столько белокрупной рыбы просто я не знаю счастлив как как ребенок рад рыбы конечно сегодня принесу домой жена просто обалдеет скажет ты где бы в магазине до порадовал меня сегодня река спасибо ей большое спасибо вам большое что смотрите меня я думаю скоро будем видеться почаще со следующей неделе начинается холода и возможно сделаем вы вылазку по щуке должна она будет в это время клевать я думаю хорошо половимся всем спасибо за просмотр пока